Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетман и медицинский центр «Призма». А мы продолжаем поддерживать общественную инициативу «Геть Россию ЗООН». И сегодня будем говорить с Максимом Барышниковым, одним из инициаторов этого великолепного процесса. Я так понимаю, что у нас есть какие-то очень даже радостные новости. Максим, здравствуйте. Очень хотелось бы хороших новостей с наших вот этих вот фронтов. Да, приветствую вас и всех наших сегодняшних зрителей, слушателей. Я, как соорганизатор и соинициатор инициативной группы «Гомальского хаба Гетерси ЗООН», конечно же, в сегодняшней достаточно сложной обстановке готов привнести какую-то частицу позитивных новостей. Пусть и не окончательных, но тем не менее в деятельности нашей инициативной группы, решающей. И я надеюсь, что и во внешней политике нашей страны также произошел впервые за 30 лет решающий взгляд. А именно, впервые 1-го числа наша Верховная Рада проголосовала за направление заявления от имени Верховной Рады о признании российского режима террористическим и признание нелегитимности нахождения Российской Федерации в стенах Организации Объединенных Наций и работой ее в соответствующих органах ООН, а именно Генеральной Ассамблеи и Совете Безопасности ООН. Как это произошло? Несколько месяцев назад наша инициативная группа начала вести активный диалог. В том числе мы активно работали все это время с нашими народными депутатами, избранниками народными, что привело к ряду очень много депутатов. Первых, несколько недель тому назад, Парламентская Ассамблея Совета Европы проголосовала решение о признании незаконным агрессивных действий и аннексии части территории Украины и Российской Федерации. И в пункте четвертом этого признания октябрьского, дай бог памяти, 13 октября принятого, было указано, что необходимо исследовать вопрос, каким таким образом Российская Федерация попала в ООН и в Совет Безопасности в частности. После этого было бы уже просто наивно, неверно и абсолютно аполитично, как говорится, не требовать от нашего парламента национального обращения к парламентам и правительствам других стран очень сложно разобраться в ситуации, установить очевидный нелегитимный нахождение Российской Федерации и вышли ее оттуда в соответствии положению этой организации. Именно такое заявление, которое базируется на многочисленных нормах, как устава ООН, так и многочисленных решений международных организаций, нормах международного публичного права, и было, слава Богу, проголосовано, принято и направлено парламентом, правительством других стран. Я очень надеюсь, что это заявление сыграет позитивную роль, но следует заметить, что само по себе оно ознаменовало впервые за 30 лет речительный поворот украинской внешней политики лицом к проблеме нахождения Российской Федерации в ООН. Я, конечно, сожалею, что для этого потребовалась целая активная фаза войны, ведущейся в 2014 году, но, тем не менее, позднее, значительно лучше, чем никогда, как мы уже хорошо знаем. Уже сегодня, когда мы с вами беседуем, в мире отмечается очень интересная дата. Именно в этот день, в 94-м году, далеком, в 94-м году, главы ряда государств подписали, я даже не знаю, как это назвать, но документ, ну, что-то, судя по тому, как его исполняет или готовы исполнять, не такой ужинный документ, не такой ужинный обязательный, но название он имеет Будапештский меморандум. Именно под таким названием он вошел в историю. Поэтому меморандумы, среди прочего, мы, как страна, обязались передать Российской Федерации часть носителей ядерного оружия, и, к сожалению, даже сегодня, сегодняшние атаки на Украину ракетные были использованы как раз частично те носители, которые мы в абсолютно добровольном порядке передали Российской Федерации. Так произошло и за несколько лет до этого, когда мы в абсолютно добровольном порядке, как страна, ничего не возражали и, по сути, промолчали, зная все наперед и хорошо разбираясь, безусловно, в уставе о попадании Российской Федерации не только в Союзную ООН, но и замещение, по сути, первая была оккупация Российской Федерации как раз вместо Советского Союза в ООН. Вот за 30 лет, слава богу, украинские парламентарии обратились к этому проблеме и почти единогласно. Я очень горд тому, что наша информационная разъяснительная кампания привела к тому, что абсолютное большинство украинского политикума, и в том числе и депутатов, уже разбираются в вопросе. И это доказывает почти единогласное голосование за заявление, которое было принято 1 декабря этого года, и которое, по моему мнению, будет иметь решающее значение и многочисленные, позитивные для Украины и негативные для Российской Федерации последствия в ближайшем будущем. Максим, теперь я задам вам вопрос, который, может быть, задам вам только потому, что... И не только, да, и не столько, может быть, потому что вы организатор всего, это один из организаторов этого важного действия, а вот как юристу, юристу опытному, да? Послушайте, ну, подумаешь, проголосовала Рада, результат-то юридический какой? Последствия-то юридические какие? Что из этого можно вынести? Рада может, ну, если честно, вот нашим зрителям, давайте признаемся и скажем, наверное, да, Рада же может проголосовать там о чем угодно с точки зрения там решения каких-то мировых, международных отношений, да? Рада может проголосовать только как нам жить там внутри страны, но это понятно. А что тут голосование Рада-то изменит? Давайте об этом честно скажем. Следует заметить, что сейчас в Украине как стране приковано внимание и взгляды всей мировой общественности. Кого-то с позитивным отношением, кого-то с негативным, тем не менее факт внимания всемирного к Украине и к событиям, которые происходят в Украине и вокруг Украины безапелляционно признается всему. И вот не использовать подобную известность, подобное влияние было бы просто наивно и глупо со стороны Украины. Наш президент периодически использует это во благо страны путем заявлений и обращений, многие из которых уже дали позитивные результаты. А касательно конкретного заявления, я могу с вами согласиться, что это, конечно же, не закон. И даже если это был бы законным, то он был бы обязательно только для украинцев. А для нас и так все давно уже понятно и ясно, в том числе благодаря разъяснительной кампании, которую ведет наша инициативная группа. Но заявление к правительствам и парламентам других стран направлено на то, что этот вопрос поставить на повестке дня, чтобы парламенты национальные, либо там профильные комитеты по международным делам обратили внимание своих министерств иностранных дел на необходимость изучения вопроса. А как мы уже хорошо знаем, любой юрист, любой международник, изучив вопрос, придет к единому и единственно возможному, самоочевидному выводу о незаконности нахождения Российской Федерации в ООН. После этого мы просим от парламентов принять такие же заявления. Что это будет означать? Это будет означать, по сути, акт государства в каждом конкретном случае. И когда в недалеком будущем Украина будет поставлена на голосование проекта резолюции об исключении Российской Федерации из мирового воштения состоит Российская Федерация, а также в первую очередь, наверное, и в основном, это установление самоочевидного факта просто безосновательного нахождения Российской Федерации в здании ООН как их делегации и как страны, которая никогда не становилась членом этой организации, тут уже, конечно же, ни о каком исключении речи не может, а просто о прекращении их деятельности безосновательной и незаконной, то у нас будет огромнейшим аргументом в переговорах с национальными делегациями стран-членов ООН как раз тот факт, что ну, ваши парламенты, ваше правительство уже признали это. Давайте-ка, просуем за него. То есть, так уже юридически признали. В международных отношениях очень важны документы. И фактус унцерванта договора должны выполняться. В том числе и относятся и к любым международным документам, которые были выданы от имени государства. А у нас нет сомнений, что национальный парламент любого государства, где риск будет, он интересный государственный. Если мы добьемся признания даже полных парламентов факта незаконного нахождения Федерации, незаконного нахождения ООН и узурпации Российской Федерации места постоянного представительства СССР, бывшего в Совете Безопасности, то нам на порядок легче будет добиться от тех государств в ближайшее время решение о позитивном голосовании, либо хотелось бы воздержать от такого голосования, что во многих случаях будет для нас позитивным, вынесет этот вопрос таким образом любые ответные действия позитивным результатом. Максим, дело в том, что вот как-то плохо с интернетом, поэтому я вот хочу, наверное, на этом вас поблагодарить, и мы наверняка еще вернемся к нашему разговору. Пожалуйста, можете задержаться после эфира на одну минуточку? А я хочу поблагодарить Максиму Барышникову за то, что он был сегодня с нами, за то, что сообщил нам важные новости по тому, как все-таки работает и продвигает свои идеи общественное движение «ГЭТ Руси ЗООН». Оставайтесь с нами. Это был Украла Аф-ТВ. Конечно, признательный вам, наши спонсоры на платформе Патреон. А для тех, кто хочет подписать петицию, которая призывает выбросить Россию из ООН, пожалуйста, внизу ссылочка прямая, которая ведет на петицию. Пожалуйста, заходите, присоединяйтесь и подписывайтесь. Оставайтесь с нами. Это был Украла Аф-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова